о том, с чего начинается наша работа. Мы с вами переходим к седьмой части. Всем доброго вечера, доброго времени суток. Смотрю, еще народ подключился. Всего 500 рублей. Леночка, отпишись мне, пожалуйста, в личку, ссылочку на эту информацию скинь. Я буду очень рада их заплатить. Написано на сайте Фаберлик. Замечательно. Ну что ж, дорогие коллеги, давайте с вами приступим. В общем, я всех приглашаю на нашу внутреннюю мини-ассамблею в Москве. Если вы от 9% и у вас есть желание приехать в Москву, без разницы, в какой стране вы живете, мы вас будем очень-очень ждать. Но также, конечно, хочется сказать, что те, кто, допустим, не могут к нам прилететь из Казахстана, мы в январе будем в Казахстане. В октябре мы, по-моему, будем в Узбекистане. Ждем там нашу Леночку по Тане. Мы приготовили для нее сюрприз за такие шикарные ролики для проекта. Поэтому, да, вот, новостях бизнеса. Лен, спасибо большое, буду знать. Ну что ж, с чего же начинается наша с вами работа? Мы с вами обсудили очень многое, и я на самом деле так начинала. Всем, кто меня не знает, разрешите представиться. Меня зовут Аня Кононова. Мы работаем двумя с мужем. Он присоединился ко мне с 9%, начал мне помогать. С уровня старшего директора, с моего уровня старшего директора, мы уже начали работать вместе. Да, он уволился с основной работы по найму, и мы начали работать вместе. И по сей день мы создали товарооборот за всего лишь, за 2,5 года более чем 200 тысяч баллов. А у нас более 50 директоров в глубину и 15 директоров в первой линии. Вот. Виталь, буду рада приехать. Я хочу, вот, знаешь, вот, мне кажется, что может быть и получится в конце августа. Буду рада, если получится, потому что Олю я хочу прям лично расцеловать. Олю Дубягу и, конечно, с вами со всеми повидаться. Буду надеяться, что получится, но боюсь загадывать, потому что один раз я вас уже обманула, простите меня, пожалуйста, собиралась, но не приехала. Вот. Значит, о чем мы с вами сегодня поговорим? Да, мы вчера с вами говорили, позавчера, да, мы с вами говорили о правилах рекрутинга, об основных правилах рекрутинга, когда не нужно закрывать за собой двери и так далее, и так далее, да. Говорили с вами о модерации страничек, о том, как их создавать, чтобы у вас меньше блокировали и так далее. Да, говорили, что если у вас при рекрутинге считают сообщения, оставить эту страничку на несколько дней или уйти вообще рекрутировать другую соцсеть. То есть очень важно работать во всех соцсетях, которые мы рекомендуем для того, чтобы не просто иметь опыт и знать, как подсказать своему новичку, что он делает не так, если вдруг его блокируют, но еще и для того, чтобы соцсети по очереди отдыхали. И это очень важно сейчас сделать, потому что, чтобы мы не выдумывали, нас вычисляют модераторы и начинают блокировать. И, конечно, многие новички думают, что блокировка страничек – это, конечно же, что-то мы делаем противозаконное. Нет, наша профессия официальная, легальная. У нас с вами идет стаж, да, мы с вами платим налоги полностью, все белое, мы ничего не скрываем, вот, да. У нас все-все прям, даже вот наш расчетный счет в банке, да, мы подаем отчетность, и банк запрашивает эту отчетность и сверяет. То есть нам даже, вот знаете, захотелось бы скрыть доходы, да, чтобы поменьше налогов платить. У нас это с вами не получится. Доходы наибелейшие, да. И вот, понимаете, не нужно сейчас вот некоторые новички, да, вот на этом ломаются, говорят, что-то мы не то делаем, раз нас блокируют. На самом деле мне хочется сказать, что можно работать методом без спама, но метод без спама подразумевает под собой хороший раскрученный бренд. Пока мы с вами хороший раскручиваем бренд, да, стабильный такой, хороший, красивый, да, чтобы на любое платное объявление даже, да, с вашей стороны, это уже спам. Любая картинка в группу по работе, это спам. Любое сообщение в личку, это спам, да, вы сейчас понимаете, что метод работы без спама, он очень длинный. А у нас в нашей компании есть такая фишечка, как быстрый старт. Быстрый старт за директора, вы открываете директора за полгода, и вы уже получаете двойной квалификационный бонус, не 55 тысяч, а 55 тысяч умноженное на 2. Вот, и, конечно же, дорогие коллеги, тут получается, что все равно метод спама, он самый действенный, и спам – это равно лидеры, да. А пока вы создаете бренд, неизвестно, сколько времени пройдет, пока у вас будут лидеры к вам приходить. Почему? Потому что если вы начинаете создавать свой бренд с нуля, то вот этот ноль вам… Как вы будете этот бренд создавать? Вы будете создавать тему кулинария или еще что-то? Понимаете же сами, что нельзя создать бренд без результата, да. Вот это очень важно понимать. И поэтому нужно, мы с вами сейчас будем говорить о том, что спам – это лидеры, да. И все быстрорастущие лидеры работают методом сообщения через личные, да, через личку. Что это значит? Это значит, что нам с вами нужно научиться по-другому на это смотреть. Это, во-первых. Как на это смотреть по-другому? То есть мы с вами в первую очередь разбираемся в голове и понимаем, что мы даем людям возможность стать успешными, избавиться от работы по найму, открыть свой бизнес и зарабатывать в десятки раз выше, чем бы они могли заработать даже вот суммарно до самой пенсии, отработая 30 лет, да. Мы с вами создаем бизнес, который потом будет работать на вас, да, когда люди уже сами будут проситься к вам. Вот что мы с вами сейчас пытаемся. Реклама на ТВ, да, да. Я вам говорю, что спам – это вся реклама, которая есть. Вот то, что в скайпе сбоку вылазит, да, когда вы, то, что у вас там всякие вулканы, пирамиды там вылазят, какие-то вот ролики, да, там, не знаю, про Тему, вот я недавно на Ютубе смотрела, да, там, косметику какую-то, это все, понимаете, это все спамы, и на этом идет вся торговля, на этом идет вся торговля. Чем агрессивнее ваш спам, грубо говоря, тем быстрее и лучше и качественнее будет ваш результат. То есть спам для меня, да, это совсем не спам, потому что я хочу сказать, что все люди, которых мы обучили, которые открыли звание хотя бы от директора, мне благодарны, потому что они работают дома, при свободном графике, они никому ничего не должны, они зарабатывают как минимум в два раза больше, чем на работе по найму, понимаете, в два раза больше. Понимаете, мы с вами идем с добрыми идеями в соцсети, да, сделать людей успешнее, вот. Конечно, не все в это верят. Почему не все в это верят? Потому что нас очень часто привыкли воспринимать как пирамиду, да, почему? Потому что раньше, помните, по телеку показывали, с чего все началось, Леня Голубков, МММ и так далее, да, и вот, понимаете, раньше не было сетевого маркетинга, когда вот этот Леня Голубков вышел, МММ, да, спасибо, я забыла, как называется, вот. Не было этого, по идее, слова, и в России вообще этого понятия не было, никто про это не знал, знали про то, что там только единицы, и, понимаете, это нормально, когда в интернете кто-то, да, вот, допустим, семья, да, в этой семье есть братья, сестры, у них есть племянники, там, да, внуки и так далее, и так далее, да, огромный там клан семейный, и кто-то, да, из этих, там, допустим, 20 человек клана, да, один из семьи, кто-то обжегся на какой-либо пирамиде, куда-то что-то вложил, и он всем вокруг, друзьям, подругам, да, то есть родственникам, да, внукам, детям, племянникам начинают рассказ, не ходите в интернет, там, обман, там, сплошной обман, и вот тут вот, конечно, нужно нам с вами знать самим, что мы с вами работаем честно, официально, легально, вот это самое-самое главное при рекрутинге, да, и уметь это доказать, если лидер хочет, но сомневается и боится, это, вы понимаете, и не надо никогда обижаться на людей, нужно быть терпеливыми при вопросах в рекрутинге, у каждого свои тараканы в голове, да, вот, допустим, у меня, у подруги есть таракан в голове, что черная кошка пробежала, ей дорогу, все, весь день, чертовой бабушке, там, туда-сюда, там, она все, она начинает, вот меня у меня, а другая подруга говорит, о, черная кошка пробежала, это к счастью, к счастью, смотри, мне сегодня повезет, да, вы должны понимать, что люди все разные, люди все, как даже выразиться, да, люди все, вот они, у них есть, как бы свои сомнения какие-то, и вам нужно быть терпеливыми к вопросам при рекрутинге, да, и вот самое главное, вот как раз не модерация страничек, а доброжелательное отношение к людям, чтобы вас вообще не блокировали, понимаете, чтобы на вас как можно меньше было жалоб, еще что-то, но блокировка, да, страничек, это здоровое явление, это издержки нашей работы, на всех работах есть издержки, да, допустим, у уборщицы унитаз, да, издержка, там, мусор выносить, да, издержка, у врача там, да, извините, конечно, за плохое слово, но там, допустим, какие-то кризисы, когда люди там при смерти, еще что-то, да, вот, то есть это тоже, Александр, издержки работы, это нормально, и никогда на хамство не обращайте внимания, очень часто вот мне тогда одна девушка нахамила, а сейчас она уже пододвигается к 15%, как это получилось, как нахамивший мне человек стал полноценным лидером моей структуры, который скоро откроет директорство. Я ей написала, прошу прощения за то, что я вас расстроила, вот хотя бы вот так, да, я написала, да, то есть, но мы предлагаем на самом деле белый честный официальный бизнес. Я вот так ей ответила, да, то есть, прошу прощения там за беспокойство, но мы на самом деле строим белый легальный бизнес, и извините, что он вас как бы не интересует, да, что я вас побеспокоила, я вам написала. Вот такой вот простой текст, чем проще вы переписываетесь с людьми, тем лучше, да, тем лучше, да, и, конечно, доброжелательность, это стоит на первом месте при рекрутинге, когда у вас создается накопительный эффект, когда вы доброжелательны к людям, когда вы понимаете, что этот человек может быть вашим будущим директором, да. Вот я когда, допустим, рекрутировала раньше, да, и сейчас рекрутирует муж, у нас главное правило воспринимать каждого человека, заинтересованного в третьем варианте, как будущего директора, относиться к нему уважительно с первых слов, не чувствовать, что вы выше, ниже, не уговаривать, не наоборот, не заставлять, просто общаться, просто говорить правду, просто рассказывать все преимущества компании. Вот когда мне лидер 12% говорит, недавно написала, Ань, я встала, у меня нет роста, я говорю, расскажи мне преимущества компании, я была в шоке, она не знает больше половины, я говорю, вот почему у тебя встал рекрутинг, как ты работаешь с компанией, которую ты не знаешь, почему ты не сходила на вебинар для новичков и на вебинаре для новичков не послушала, что такое Фаберлик, для кого мы их ведем, а как ты обучаешь свою команду, если ты сама не знаешь ничего, да. Очень важно иметь правдивое, хорошее знание о компании, да. Вот у меня очень часто говорят, ой, не верю я в ваши во все Фаберлики, еще что-то, а я, допустим, да, я с вами согласна, предложений в интернете много, да, то есть это такой психологический момент, когда вы общаетесь с человеком и человек вам возражает, а вы с ним соглашаетесь на его возражение, а потом уже приводите свои доводы, да, это во-первых. Во-вторых, на самом деле вот искренность всегда подкупает, вот, искренность всегда подкупает, и важно сейчас говорить очень простые вещи, но вот эти простые вещи, они как раз у нас с вами проходят на вебинаре для новичков, когда мы рассказываем с вами, когда компания основана, какие компании, еще что-то, еще что-то, и когда человек начинает говорить там, ой, нафиг ваш Фаберлик там, да, или еще что-то, да, то вы можете говорить, да, я с вами согласна, предложений очень много и уже свои доводы. Допустим, какой может быть довод, ну вот вы знаете, в нашей компании на самом деле легко строить бизнес, потому что он белый, мы ничего не боимся, и нам очень нравится работать дома, да, кого-то это зацепит. Человек говорит, да, правда прям дома работаете? Да, мы работаем дома, мы работаем через интернет, у компании Фаберлик собственный завод, 45 тысяч квадратных метров, открыта фабрика в Иваново по пошиву изделий, да, также я могу рассказать, что компания 20 лет на рынке, что это более чем надежно, она пережила не один кризис. В компании есть не только собственный завод, но и компания помогает деткам с ограниченными возможностями. Я рассказываю обычную правду, я рассказываю, понимаете, обыкновенную правду, я могу созвониться и просто рассказать. И человек, который идет как кандидат на регистрацию, вы понимаете, он удивляется, когда я говорю, что наш бизнес можно передать по наследству, они говорят, да, я говорю, конечно. И тут я его начинаю, когда я с ним разговариваю, да, я его начинаю подкупать такими вещами, как решаю невидимо за него, будет ли он, что он будет регистрироваться. Вот допустим, когда, я пишу, да, когда вы зарегистрируетесь, вам выдается регистрационный номер, и его нужно очень беречь, потому что этот регистрационный номер вы как раз и можете передать своим детям по наследству, они, да, да, то есть вот, когда вы зарегистрируетесь, знайте, что вам положено 3-4 подарка. Компания новичков балует, дарит. Нам, директорам, конечно, дарит уже поменьше, но у нас и зарплата побольше. А новичкам, у них зарплата, конечно, маленькая, но очень много дарят. То есть я начинаю рассказывать обычные вещи, но я их так переворачиваю, чтобы им было выгодно. То есть вы должны при рекрутинге передавать выгоду, выгоду компании, что выгодно им, да, понимаете? Поставьте плюсики, полезные, неполезные информации, а кто-то про это, может быть, не знает. И вот когда вы, допустим, делаете охват 30-40 человек, вы можете найти одну регистрацию с этих 30-40 человек, если вы не будете тратить время на негативщину, не будете ждать, пока вам ответят, да, вот человек печатает, вы видите, что он печатает, вы со следующей странички, пока он тут печатает, можете отправить еще 10-20-30 дружб, да, и вы должны это понимать, что очень многие лидеры при рекрутинге просто теряют время, ждут пока ответ. Неизвестно, зарегистрируется этот лидер или нет. Вот когда мы садимся рекрутировать, вот эти 3-4 часа в день, вы понимаете, у нас работа кипит, у нас работа кипит. Вот как даже сказать, мы сели, там нам отвечают, мы тут пишем сообщение, тут мы отправили картинку, там мы отправили это, там все у нас под рукой, у нас открыты распространенные вопросы, у нас открыты, то есть мы 10 минут перед рекрутингом, мы, да, включаем автопилот, вот на самом деле мы за 10 минут перед рекрутингом открываем все, что нужно для рекрутинга, открываем командный сайт, все открываем, да, готовимся, я причесываюсь, я крашусь, да, для чего? Я делаю какую-либо, ну хотя бы вот как хвостик сегодня, да, вот, я привожу себя в порядок, и когда мы рекрутируем, да, рекрутирует, к примеру, муж, он говорит, Ань, тут просят созвониться, девушка просит, я иду созваниваюсь, понимаете, с потенциальным, с кандидатом на регистрацию, простите, да, я иду созваниваюсь с кандидатом на регистрацию и разговариваю, и понимаете, лучше одна качественная регистрация из 40 человек вы можете, легко можете найти, понимаете, главное все знать о компании, если вы забываете то одно, то другое, то третье, вот, пожалуйста, видите, я готовлюсь к созвонам, у меня куча тетрадок, я знаю, что сказать при созвоне, до регистрации, при созвоне, после регистрации у меня все записано, я сижу, я подглядываю, понимаете, я подглядываю, и мне без разницы, что обо мне подумать, да, я подглядываю, ну и что? Будьте проще, будьте, понимаете, вот, особенно вот это касается дела уже тех, кто открыл 12%, там такая корона на голове, извините меня, короны все выкинули, у вас их нет и никогда не будет, да, вы лидер структуры, от вас зависит успех ваших людей, все, что вы должны знать. Да, что, да, ну, да, Лена, у некоторых уже бывает, такая корона жирная, так они себя ценят, нет, понимаете, когда вот вы дойдете до самой верхней лестницы, тогда, конечно, можно собой и погордиться, да, когда вы уже минуете элиту и войдете в самый, как сказать-то, да, в самый высокий там уровень, да, там, допустим, партнер, генеральный партнер, вот я лично, я буду гордиться, если я открою партнера хотя бы, да, я буду прям вообще в восторге, понимаете, вот тогда я буду горда собой, горда тем, что я столько работала и что мне это приносит результат, что я результативна, да, и, понимаете, я буду гордиться тем, что я могу дать достоверную информацию своим новичкам на личной практике. Вам сейчас самое главное практиковаться, находить лазейки и на личной практике вылазить именно на хороший рекрутинг, на хорошее общение, вот. Ну, я, может быть, да, важный, я не умею быть важной, да, вот. Кому-то выдают, Виталь, да, то есть нужно обязательно просто, и, понимаете, нужно полюбить свою компанию, да, нужно осознавать, что наша компания – это конкурент всем. Это конкурент всем, почему? Потому что нет, нигде нет такого ассортимента, нигде нет столько подарков для старта новичка, ни в одном магазине, ни в одной сетевой компании, нигде нет такого крутого быстрого старта, где вы можете хоть миллион за полгода забрать, да, если, конечно, круглосуточно работать, нигде нет, понимаете, таких крутых премий, таких крутых бонусов, нигде просто нет, да, лидеры, которые сравнивают сравнилки, им хочется что-то там где-то урвать, но вы понимаете, почему мы, не сравнивая ничего, никогда вообще открыли звание старших национальных директоров, как мы смогли создать товарооборот 200 тысяч баллов. Компания за нам простилает дорогу, а нам самое главное по ней идти, идти надо, идти, идти своими ногами, да, сколько человек по этой дороге пройдет, столько человек и будет, да. Вот наземный бизнес, вот ко мне недавно пришел человек, который строил бизнес на земле, что он увидел? У нас настроена логистика, ему не надо платить ни за что, ни бухгалтерам, ни в налоговую, в налоговую надо, в смысле не за то, чтобы, как вам сказать, чтобы его посчитали, да, ему не надо платить зарплаты, потому что в компании все есть, надо просто видеть и ценить это то, что за вас делается, и понимать то, что тут может заработать любой лидер, который просто умеет печатать на клавиатуре. Вот, поэтому смотрите, также хочется с вами поговорить, что спам – это лидеры, и не бойтесь этого слова, и кто бы вам чего не говорил, я вам хочу сказать, что спам – это быстрый рост, это качественный рост, и это море благодарности вам в ответ, на самом деле море благодарности людей, которые вместе с вами смогли вырасти на этом методе, да, главное уметь найти кнопку в клуб, да, Виталь, вот, смотрим дальше, о чем еще хотелось с вами поговорить, время – это деньги, время – это ваши деньги, не теряйте время на неактивных, не теряйте время на ссоры нигде, ни в чатах, ни в переписке, ни в чем. Вот, допустим, в переписке между кандидатом на регистрацию и вами может быть какая-то буча, вам лидер грубит, а где гарантия, что он с той стороны экрана не сидит пьяный, неадекватный человек, и вы бодаетесь лгом об стену, зачем вам это? Где гарантия, что там не сидит председатель какой-либо пирамиды, который пытается, да, то есть переманить вас в эту пирамиду, чтобы вы в мыльный пузырь вложились, где гарантии? Поэтому будьте умнее, никогда не спорьте ни с кем, наоборот, соглашайтесь и давайте доводы, если вы видите, что человек не сворачивается, закрываем и идем дальше, понимаете, если человек вас сильно достает в черный список, идем дальше, не надо тратить время, не надо, я очень часто людей добавляю в черный список, потом я могу их посмотреть, что мы давно переписывались, да, я могу их достать оттуда, и иногда люди, добавленные в черный список, и бодающиеся, да, из лопнувшего, да, мыльного пузыря пирамидного к нам возвращаются, или спрашивают, Анна, а можно у вас узнать, у вас на самом деле официально, у вас на самом деле легально, да, я даже этих пирамидчиков, я их не удаляю из друзей, когда я делаю посты, они видят, какой у нас ассортимент, и как на нем легко работать, а они так воздух вкладывают, они вложили, а им не зубная паста, не гель для душа, извините меня, да, не порошок, им ничего не приходит, и мы должны с вами это понимать, что у нас с вами есть главный козырь, мы с вами работаем в белой компании, в белой, вот, далее, значит, ищем регистрации, интенсивнее рекрутинг, это самое главное, что для нас есть, это самое важное, даже если вам кажется, что вы за неделю нашли 7 рек, и вы молодец, и вам некогда обучать, то вот тут вы ошибаетесь, обучение за вас создано, копировать, вставлять готовые тексты, умеет любой, главное, посмотреть, как работать, по шаблону переписки своего директора, посмотреть обычные видео, вот, в моем шаблоне переписки создано видео, как по нему работать, да, то есть в шаблоне вашего директора, если видео не создано, теребите своего директора, пусть он вам звонит и показывает, как работать, и это немаломажный фактор, для качественного роста, когда вы теряете минимум времени, для обучения своих людей, чтобы искать новых, понимаете, чтобы не сидеть круглыми сутками, у вас должно быть все в голове по полочкам, мы идем с вами куда, драгоценные директора, мы идем с вами за хорошими премиями, за хорошей зарплатой, за бесплатными поездками, вот мы идем туда, за хорошим статусом, за признанием, за уважением, за чеками, за успехом, да, кстати, на уровне золотого директора, уже дарится золотой значок, с одним бриллиантом, с уровня серебряного директора, за подтверждение, дарится золотой значок, логотип ФЛ, чистые белые золота, имейте это в виду, кто не знал, то есть компания еще вас и задаривает, да, а на работе по найму, да, станьте вы директором, вас все будут стараться подсидеть, никаких, никакого вам золота не подарят, никакие премии вам не дадут, да, вот, можно писать от руки, но, конечно, лучше всего видоизменять просто текст, видоизменять текст, немножко перед началом рекрутинга, да, значит, мы ищем регистрации, и, конечно же, вчера, позавчера, я получила два одинаковых вопроса с их ничков, что делать с теми людьми, которые нам не отвечают, но мы их зарегистрировали, теребим их первые три дня, а потом последнее, что мы им пишем, я вас чем-то обидела, знак вопроса, если лидер не отвечает, мы его не бросаем, мы его не удаляем, мы на него не психуем, черный список, его не добавляем, ничего с ним не делаем, просто мы ему посылаем письма, оповещение, вам положен такой-то подарок, вам положен такой-то подарок, и так далее, и так далее, и так далее, Вот, да, то есть мы молчунов мы не бросаем, мы оповещаем их письмами И все знают, что директора структуры и топ-лидеры рассылают письма по молчунам То есть ваши молчуны ни один не брошен Все ли это знают? Поставьте плюсики и минусики Ваших молчунов обзванивает автоинформер интернет-проекта Им шлются письма и автоинформер за них работает Знайте, знайте, что это круто Если автоинформер вашего молчуна побеспокоил, а вы ему не вовремя отправили письмо Знайте, что в автоинформере говорится о том, что мы, как вам даже сказать, о том, что он может зайти на почту и найти контактные данные своего директора в письме на эту тему Если вы не послали письмо, он заходит на почту, он этого письма не видит, все, он заказ не сделал Поняли? Поэтому обязательно сейчас рассылаем письма Если вы новичок и у вас в структуре хотя бы 2-1 человека, неважно даже, кто их зарегистрировал Вы можете ему послать сообщение, вы можете с ним познакомиться и можете ему рассказать, что до такого-то числа вам положены такие-то 2 подарка Если он не активировался, вы на следующий каталог можете ему написать, что ему положены еще другие 2 подарка Так ведь? Вот Как они рассказывают, кто им звонил? Отлично, отлично Значит, Коля на юг уже запустил, да, автоинформер, замечательно Да, ну и давайте с вами поговорим вот об этом слайде, да Обязательно показывайте странички своим наставникам Наставники заинтересованы в вашем быстром росте Потому что у нас с вами благодарный бизнес Мы тянем друг друга, грубо говоря, за уши в успех Почему? Потому что наставник, чем он больше зарабатывает, чем вы больше зарабатываете, тем больше зарабатывает он Тут не работа по найму, эту границу нужно, разницу, извините, ее нужно очень четко понимать Что тут каждый ваш директор заинтересован в вашем росте, в вашем успехе Он за вас болеет душой и сердцем Тут все взаимосвязано, вот это нужно обязательно ценить, да Но знайте, что вы можете обогнать своего директора по выплатам легко, если вам это захочется Вот, тут нет границ, что вот ваш директор, а вы там должны быть всегда ниже Нет, у нас очень часто под простыми директорами вырастают драгоценные директора И это уже отличная практика Потому что когда директора стартовали, они учились по-другому И как вы понимаете, переучиваться очень сложно и им тяжело переучиться А новички уже учатся по новым методикам, которые уже более действенны Которые мы все и разрабатываем вместе, да, в совете директоров И получается, что новички часто обгоняют своих наставников по росту И это обычная практика на нашем проекте Что у нас все больше и больше быстрых стартов взято на проекте Все больше и больше людей мы поздравляем со статусом директорства Когда они берут его за 2, за 3, за 4 месяца То есть они уже не берут его за полгода, как свои наставники Они берут его быстрее Потому что мы совершенствуем обучение, совершенствуем проект И это очень важно понимать Итак, значит, наставник, когда посмотрел ваши странички Он вам сказал что-то исправить Не обижайтесь на него, потому что он за вас на самом деле переживает Да, вот, далее, значит, модерация страничек Это очень важный такой момент Когда лидер создал 10 страничек в один день И давай с них работать И потом говорят, у меня все заблокировали Я работать не буду У меня ничего не получается Во-первых, соцсети блокируют из-за чего? Потому что там есть платная реклама И они хотят, чтобы вы платили А мы становимся с вами директорами бесплатно для них И им это не нравится И это, в принципе, нормально Любая соцсеть создана для того, чтобы зарабатывать деньги На тех, кто там регистрируется Да, то есть, вот такая вот система в соцсетях Во всех абсолютно Соцсети не создавали бы, если бы они не были высокодоходными Да, я думаю, вы это понимаете Да, и, конечно же, есть такая модерация страничек Во-первых, я вам сейчас хочу сказать Что я не создаю больше, чем по одной страничке в каждой соцсети Я создаю в Однокласснике, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм По одной в день Никогда не создаю ни две, ни три Вот Ну, Кость, я одиночка, а что? А что случилось? Ты мне пишешь, я тебе отвечаю Мы с тобой практически каждый день общаемся Как ты можешь сказать, что ты одиночка? Ты не можешь это сказать Тебе доступно обучение Твоим новичкам доступно то же самое обучение Да Одиночка – это когда вот он остался один И ищет сам методы работы А тут на нашем проекте одиночек нет И это факт Это факт, потому что мы обучаем всех людей Обучение доступно для всех Все видео доступны для всех Нету одиночек Да Вот Лена тоже ее можно назвать одиночкой Потому что она обучается у меня Ну что, какая же Лена одиночка? Все хорошо, всех поддерживаем Вот, правильно, правильно В априори нет одиночек в проекте На самом деле Все одиночки получаются Да Так что не переживайте Не переживайте Я, грубо говоря, ваш наставник у всех Пожалуйста, пишите, теребите Будем рады созвониться Да Вот Далее, значит, смотрим Одноклассники Не работаем со странички 5 дней Можно раскручивать Приглашать дружбу И так далее, и так далее Я привыкла раскручивать странички В группе для раскрутки Не все это приветствуют И я поддерживаю директоров Которые не хотят раскручиваться у своих же По каким-либо причинам Кость, не называй меня по отчеству Я еще не старая Я еще молодая Не называй меня Ладно? Просто Аня Давай Вот Значит, давайте поговорим Все-таки о раскрутке Да, раскрутке страничек Да, смотрите Когда мы крутимся в своей группе У своих же Да, тут возникает такая фишечка невидимая Которой никто не задумывается Но она есть И она очень важная Такой момент Когда вы приглашаете дружбу своим Ваши пишут вам Вы пишете им Отвечаете Может какие-то открыточки Да И никто ни на кого не жалуется Первые дни И вот тут ваша страничка Как раз и модерируется Да Вот Ваша страничка Как раз проходит модерацию В довольно таки успешно Когда вы активны Но на вас никто не жалуется Вот это важный момент Понимать его Да Вот Далее, значит В контакте Можно начинать работу сразу Но тоже поактивничать Среди своих Потом можете их удалить Из друзей Если вам хочется Да, если вы бы Но поактивничайте Немножко Чтобы ваша работа Была активной А на вас бы никто не жаловался Вот это важный момент Далее, значит Фейсбук тоже Первый день Не более 10 предложений Дружбы Но вот на Фейсбуке Своих приглашать нельзя Там работа на потоке Когда вы наберете 100-200 друзей Вам люди сами Будут добавляться И вы сами Будете писать Да Но На Фейсбуке Очень много Сетевиков Прямо очень много И вам надо Поверхностно знать О каждой компании В которую вас будут манить И знать плюсы С своей компанией Это очень важно Сейчас без этого никуда Как вы видите Конкуренция на рынке Огромная Но все больше Новых лидеров Приходит к компании Фаберлик Вот да И там за год За два делают Огромные хорошие Результаты И это возможно Если просто знать Все плюсы Своей компании Вот И конечно На Фейсбуке Нужно быть очень тактичными В плане Сравнений Да Когда вам начинают Сравнить Вашу компанию С какой-либо Да То вы не должны Говорить Фу Я не верю Ваша компания Там говно Там Ну извините Всяко бывает Да Люди пылят Когда идут сравнения А вы не пыльете Говорите Да В какой-то мере Я с вами согласен Но вот я Узнавал Узнавал поточнее Вот так-то Так-то у вас А у нас Вот так-то То есть Давать сравнения Тактичные Никогда их не начинать Первыми Тактичность Компетентность Железное правило Для работы на Фейсбуке Железное правило Тогда Вы будете Вот у нас Татьяна Русакова Сделала уровень Серебряного директора Работает только там Да Она писала Мне много вопросов Аня А что в той компании А что в этой А что в той Я поняла Я говорю Танюх ты на Фейсбук Наверное Да Работаешь Да Я работаю на Фейсбуке Вот То есть Я даже понимаю По вопросам Новичков В какой соцсети Они сели В какой соцсети Они работают Понимаете Я уже вижу По вопросам новичков Конечно Если бы у меня Не было практики Работы в этих соцсетях Я бы не смогла Дать дельные советы Но у меня есть практика Да Поэтому вам нужно Становиться практиками Да Меньше слушать теоретиков Больше слушать практиков И вам Практики проложат Более ровную дорожку Да Может быть она даже Асфальтированная будет И вы по ней пойдете Да Ровненько Вот это нужно Очень важно понимать Ценить советы тех Кто там вырос И слушать советы тех Кто именно там работает Понимаете Поэтому у нас В активном росте Несколько методов По каждой соцсети Каждый дает свой метод Но самое главное правило Все равно Ходите Все равно Ходите на эти вебинары Потому что Один спикер Рассказывает одно Другое Другое Я недавно спрашивала Нравится ли вам Вебинары по активному росту И мне отписался Один Как бы смельчак В личку Низкий поклон Им показалось Что вебинары Одинаковые Так вот нет Допустим У нас с вами Три вебинара По одноклассникам И каждый делится Каждый директор Делится своим методом роста Он вырос на этом методе И он вам С ними делится Как можно говорить Что это все одно и то же Нет Оно не одно и то же Да Танюша Русакова Да Танюша Русакова Виталик Вот Это директор С Беларуси Вот То есть Тактичность Компетентность И Слушать тех Кто именно Работает в этой соцсети Прям слушать Слушать Вот Конечно В каждом шаблоне Переписки Каждого директора Есть видео По технике Да То есть Технику я вам не даю Почему Потому что Созданы ряд Огромных Подробных видео Кто как работает Это все Доступно Даже до того Как вы зайдете В чат активного роста Да У нас с вами Есть активный рост Когда лидер Находит 5 регистраций И делает лично 25 баллов Он идет на второй Этап обучения Третий этап обучения Это уже Топ лидеры Четвертый этап Обучения Это уже не обучение Это уже директорский состав проекта Директорский совет Да И у нас еще есть пятый чат Чат драгоценных Директоров проекта Вот Далее значит Самое главное Это работать со страничек Не чаще чем раз в три дня Я об этом говорю 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 Кто-то работает каждый день Кто-то еще что-то Я работаю раз в три дня Со страничек Я могу там переписываться Отвечать на вопросы Но приглашать из памяти Да Как мы говорим Последнее время Мы делаем это Раз в три В пять дней Раз в пять дней Вообще идеально И конечно Вы понимаете Что вам нужно Много страниц Не для того Чтобы их каждый день Обрабатывать А для того Чтобы они у вас Просто отдыхали Понимаете Просто чтобы отдыхали Далее значит Отрабатывать можно Каждый день И конечно Лучше всего Предлагать В день Не более семи дружб Да Тут написано Мы тут начали Предлагать И двадцать И тридцать Оно пока что Срабатывает Если работать Раз в пять дней Вот это Запомните Раз в пять дней Если То тогда Дружб Можно предложить Много А также Сылать Не друзьям Не более Пятнадцати Картинок Не друзьям Мы шлем Но мы шлем Понимаете Каждую картинку Разную Разную Понимаете Разную Вот Не пятнадцать Одинаковых С одного аккаунта А пятнадцать Разных С одного аккаунта Вот это Очень важный Такой момент Что Не просто Да Надо менять Название картинки А еще немножечко Формат Как-то двигать Чтобы она менялась Вот Остальное Конечно Вы получите В видеоинструкциях От своих наставников Потому что Видеоинструкции На самом деле Я вам давала На прошлом вебинаре Как работать В инстаграме В одноклассниках В контакте Очень подробные инструкции И мне кажется Что запутаться Там нереально Но те Кто смотрит видео Они потом в личку Задают своим директорам Вопросы Да И тут конечно Именно Серьезно Надо отнестись Внимательно Именно к технике Чтобы вас Меньше блокировали Блокировки будут Это издержки Нашей работы Да А потом Значит Чтобы вам меньше Грубили Чтобы у вас было Больше регистрации За меньший охват людей Да То есть Мы с вами Не закрываем двери Мы с вами Терпеливы к вопросам Мы с вами Доброжелательны Мы с вами Тактичны Мы с вами Все знаем о компании Все не изучаем И конечно Не пытаемся Уговорить человека Человека Которого вы с горем пополам Затащили на регистрацию Его надо потом С горем пополам Попросить номер активировать Потом его надо С горем пополам Просить странички Создать И все с горем пополам Если у вас есть сомнения В человеке Да И вы его регистрируете Вы с ним Созвонитесь Перед этим Вы спросите Посмотрите на него Вот я Позавчера Вы знаете Два Два с половиной года Три с половиной года У меня опыт рекрутинга В соцсетях Я еще год работала В прошлой компании Да Три с половиной года До опыта И я попалась Я попалась Я зарегистрирую человека Не могу понять Что он мне отвечает Я ему звоню Трубку берет Мужчина Довольно так Любящий выпить По нему видно Пьющее лицо Вот вы понимаете Всякое бывает Всякое И неизвестно Кого вы Вот это тоже Наши издержки работы Неизвестно Кого вы регистрируете Да Вот Просто понимаете Старайтесь Группой в соцсетях Не воспринимать на себя Никогда ни в коем случае Не воспринимаем Извиняемся Идем дальше Лидеры Если вы извинились Люди Которые потом Они даже могут извиниться И спросить о работе Потому что они увидят Что вы извинились В адекватный человек Конечно Если вам люди грубят В соцсетях Матами Какими-то ужасными вещами Да Какую-то чушь пишут То вы должны понимать Что такие люди Вам в команду Не нужны Они будут Склотничать И всклотничать В ваших чатах А у них ничего не получится Потому что у них нет терпения Они могут нагрубить Незнакомым абсолютно людям И вы должны понимать Что если человек Грубиян Раскрылся Сразу перед вами То уже точно Он вам такой В команду Не нужен Не нужны вам грубиян И очень хорошо Что они вам нагрубили Сразу при рекрутинге А не через неделю После регистрации Когда вы на него Потеряли время Они не вампиры Грубиян Это в сущности Несчастные люди Которые чем-то Недовольны Вот я вам что хочу сказать Грубияны Это люди Которые чем-то Недовольны Чем-то обижены Жизнью обижены Еще чем-то обижены Что-то в них Живет нехорошее Может быть Какая-то зависть Какая-то на кого-то Обида Может быть Они с мужем В этот день Поздорили Или там с женой Да Всякое может быть Понимаете Не Не надо на себя Брать негатив Людей Которые вам грубят Просто эти люди Сами себя Отсортировывают От вашей команды И очень хорошо Что Грубиян Раскрылся сразу А не через неделю Не через месяц Да Вот у меня даже Такие случаи Бывали Что Грубияны Раскрывались Через полгода работы Поэтому Нужно все равно Уметь сортировать Людей И всех подряд Регистрировать К себе нельзя Потому что Общее мнение Сетевом маркетинге Должно быть хорошим Мы его с вами Исправляем Да Вы сами понимаете Что мы с вами Исправляем сетевой маркетинг Мы рассказываем О его возможностях И что Мы можем строить Еще что-то Еще что-то Да Никогда не отвечайте Грубо ни на какие сравнилки Да То есть допустим Вот есть несколько компаний Которые сейчас На самом деле Нас очень сильно поливают Я смотрю Эти компании Они все Линейно Линейный У них там Бизнес построения Понимаете Что такое линейный Да Допустим Платят 3 уровня в глубину Дальше обрез Да Платят 5 уровней в глубину Дальше обрез Мы с вами зарабатываем Даже с сотой глубины У нас идут Все баллы Глубь Нам платят Со всего оборота Структуры И не нужно И когда Вот меня Посылают видео Говорят Аня Создай пожалуйста Видео провержение Я не понимаю Я не понимаю Как линейную компанию С маленькими доходами Пусть даже 5 уровней в глубину Сравнить с компанией У которой Допустим Которая платит 7 уровней в глубину Директорских Плюс Между этими Директорами Может быть и 100 И 200 И 300 Еще человек Зарегистрированы В структуре Каждого директора Понимаете Вот тут Непонятно мне Как Просто лидеры Некоторые Не понимают Поэтому Если же вас Очень сильно Достают сравнилки А в соцсетях Это нормально Это здоровая Конкуренция Когда каждый Сам за себя Там да Каждый коллег Хвалит свое болото Еще что-то Да Но вот на самом деле Наши плюсы Они очевидны Они очевидны И я бы не выбрала Эту компанию Два с половиной года назад Если бы не видела В ней перспектив И не видела бы в ней Да Вот Недавно У нас Девушка Пришла Из компании Которая уже ушла По моему С рынка Я ее даже Нигде не вижу Поэтому я Так как это Видео с доступом По ссылочке Вот я вам расскажу Что это была По моему Скинни Бодике Где она Она кричала Она Сравнилки Составляла Где это Да Где она Где Еще была Едоша Где она Где Да Была какая-то Меркурий пирамида Ой Меркурий Где он Все Нету Понимаете Они ушли С рынка Они начали уходить Понимаете Чтобы компания Была конкурентно способная Она должна устояться На рынке Не менее Десяти лет Вот тогда В нее можно Спокойно идти И знать Что вы создадите Надежный бизнес Потому что за 10 лет Один Два Кризиса Да точно Будут И что компания Их пережила А не так Что они Кричали 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 О себе Мы такие Крутые Все вокруг Плохие Одни Мы хорошие Раз их нет Где лидер Где их доход Где они Вообще Все Понимаете Вот в чем Суть Поэтому нужно Обязательно Выбирать компанию Которая не менее Десяти лет На рынке И я Компании Которой меньше Десяти лет На рынке Я вообще Не рассматриваю Почему мы с вами Эту тему Завели Потому что На самом деле В соцсетях На ютубе Везде очень много Различных сравнилок Но вы просто понимаете Где линейник Где MLM Маркетинг Не понимаете Спросите у своего директора Спросите в чате Где угодно Спросите Только ссылок На сторонние ресурсы Прошу не скидывать Это запрещено Это запрещено Потому что Некоторые новички путаются Вот мне Выслали ссылку Я не понимаю Где ты ее взяла Я в чате взяла Да То есть Не путаем новичков Допустим В чате активного роста В чате топ лидеров Пожалуйста Но не в чатах новичков Я вас очень прошу Ага Первый шаг Старта программы Олечка Поздравляем Это очень классно Когда Мы меняем Магазин На интернет Магазин Начинаем зарабатывать Много подарков Я почему говорю Зарабатывать Потому что Все равно Когда мы с вами Делаем первый заказ То компания Понимает Что вы покупаете Кота в мешке Вы ранее не были знакомы С этой продукцией И конечно здорово Когда компания Начинает Ноты С позитива А не с того Что неизвестно Что вам придет Вам все равно Приходят подарочки И компания Понимает Что она Всем лидерам Это очень крутая Фишка для бизнеса Когда компания Создает Такое Такие условия Для старта Новичку Это и наставнику И новичку Обоим приятно И конечно Вот Ждем видео Ну что ж Дорогие коллеги Я смотрю Вопросов Новых нет Если у вас Нет вопросов Минусуем Потому что Мы с вами Пересидели На 17 минут Вот Если есть вопросы Обязательно Задавайте Вот мне с вами Хотелось поговорить О первых моментах Когда вы сталкиваетесь Со сложностями При рекрутинге Со сложностями При модератор При модерации страничек Да И конечно Следующая тема наша Будет еще более глубокая Еще более откровенная Потому что Чем дальше В лес Тем больше дров Как говорится Все минусики Да Ну что ж Огромное вам спасибо За внимание Огромное вам спасибо Что вы ко мне приходите На вебинарах Я очень рада тому Что Как минимум 100 человек Да Хотят стать директорами Причем драгоценными Как получить 4 подарка Новичку Ну новичок делает Активационный заказ Он получает Скидку 20% Если новичок делает Заказ уже На подарок новичка То у него там Примерно заказ Около 10 баллов Это 2 подарка По программе Во-первых Фаберлик клуб Можно забрать 2 масочки За 5 бонусов Да И 2 подарка По стартовой программе Да у нас сейчас идет Средство для чистки Духовок и плит И Ой боже мой Выпало из головы Какое второе средство Я забыла Напомните пожалуйста Очень прошу Напомнить Забыла Да То есть и получается Крем Спасибо И получается 4 подарка Да Для посуды Для посуды Да 4 подарка Вот пожалуйста Это и есть 4 подарочка Обязательно О них рассказывайте Ну что ж Всем пока-пока Я останавливаю видео Если